МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как пришла идея перенести спектакли на улицу? Мы очень много мероприятий проводим в городе, в центре города. И получается, что отдаленные районы обижены, честно говоря. И там не так много проводится именно уличных мероприятий, где взрослые и дети могут поучаствовать, посмотреть какие-то театральные постановки, концертные программы. А так как у нас идет год театра, наша автономная некоммерческая организация Ассоциатива, мы приняли участие в конкурсе социально значимых проектов города Тамы. И благодаря тому, что мы получили грант, у нас есть возможность провести на хорошем уровне эти мероприятия. Поэтому мы выбрали площадки в Закамске, это парк счастья есть, на Огаеве парк имени Чехова и сад имени Миндовского Балатова. Там совершенно потрясающая публика. Взрослые дети, они прямо горят желанием посмотреть театральные постановки. И мы знакомы конкретно с небольшими театрами, не очень известными в городе, но они ставят интересные спектакли. И вот мы подружились с театром «Плюс один», с их замечательными куклами. И дети очень рады каждый раз встрече с этими героями. А скажите, Юлия, какие у вас есть спектакли в репертуаре? И может быть, у вас есть уже наблюдения какие-то? Больше всего нравятся спектакли и герои? Ну да. Сейчас в репертуаре у нас четыре спектакля. Первый называется, вот как раз из него герои с нами вместе сидят, «Приключения катать и моши», «Песня бабушки зимы», очень музыкальный спектакль зимний. Также есть «Жили-были гуси». Это спектакль более по народным мотивам, но все спектакли авторские. И последний называется «Не ежик». Не ежик, а о том, как принять себя. Это психологическое что-то? Ну, детям очень полезно знать, что не нужно подражать кому-то. Нужно любить себя таким, какой ты есть. Это даже, ну да, в принципе, психологическое что-то, но больше направлено на раскрытие самого потенциала ребенка. Так вот, самые любимые персонажи по наблюдениям сейчас, вот они сидят с нами. Это Тимоша, а это наша лисичка. Их очень любят дети. Они безумно пользуются популярностью у самых даже маленьких. Их никто не боится, хотя они размером внушительные, большие. Они размером почти с ребенка. Поэтому и детям очень интересно. Больше, больше. Да, даже чуть-чуть больше. Интересно им обниматься с ними, разговаривать, потому что они по уровню примерно рядышком находятся друг с другом, имеется в виду по росту. Ну и еще плюс они плюшевые, мягкие. Ольга Александровна, скажите, в чем особенность игры на улице и с чем сталкиваются актеры, с какими сложностями или, может быть, наоборот, приятными открытиями? Выступление на улице – это совершенно отдельная сфера. И проблемы могут начинаться от погоды и заканчивая зрителями. Потому что лето у нас нынче удивляет большим количеством дождей. И были случаи, что нам приходилось даже наши программы прерывать. То есть у нас идет спектакль, мы в какой-то момент понимаем, что сейчас пойдет дождь, мы говорим, извините, друзья, мы вынуждены перерываться, мы прерываемся на 30-40 минут, зрители в это время тоже прячутся от дождя, дождь заканчивается, мы снова продолжаем программу, и люди снова приходят и снова смотрят. И есть еще одна сложность. Не все, конечно, театры готовы выступать на улицах, потому что иногда им нужен определенный свет, у них большие громоздкие декорации, которые мы не можем поставить, либо им не позволяет сцена. А вот театры небольшие, мобильные, они очень легко вписываются в уличную как раз концепцию. И зрители видят, что эти театры к ним гораздо ближе, то есть они могут с ними напрямую общаться. А детям это очень важно. Героя не только увидеть, но и потрогать, и понять, что этот герой отзывается у него в душе. Получается, зрители, они тоже принимают активное участие. Да, зрители принимают активное участие. Наверное, ребята могут рассказать о том, как дети готовы прямо прийти и рядом стоять, держать их за руку. Ну вот, как раз про это. У нас было очень много таких... Ну вообще, наш театр за интерактивность, за то, чтобы не только персонажи и актеры играли в спектакли, но за то, чтобы зритель тоже был участником нашего спектакля. Идет вовлечение таким образом тоже, и поэтому идет еще сопереживание других. Да, и про как раз про то, что активно они хотят участвовать. Когда ребенок находится в сюжете, он воспринимает себя кем-то, кто может вот сверху указать и помочь. Подсказать. Подсказать. Поэтому они все очень пытаются. У нас были много случаев, вот самый смешной, когда ребенок на первом ряду сидел, очень сильно плакал, мы подумали, ну, взрослые подумали, что, наверное, расстроился, чем-то хотели его вести. Он вот так отмахнулся от взрослых и сказал, «Нет, ну что ты делаешь? Что ты делаешь?» И на сцену. Еще дети всегда хотят заглянуть за кулисы. Им интересна эта механика. А есть такая возможность? Да. То есть разрешаете, да? Да. После спектакля можно посмотреть, можно пойти пообниматься с куклами. А когда идут спектакли с ширмами, там им, они могут даже в течение спектакля пытаться туда заглянуть. И нам их приходится немножко ограничивать, но после спектакля они, конечно, могут посмотреть и увидеть, как это все двигается. Ну, давайте тогда напомним, где можно в ближайшее время посмотреть ваши спектакли. В ближайшее время, 4 августа, в саду имени Миндовского, у нас будет большое мероприятие, там будет даже из трех частей оно состоит. Мы будем показывать спектакль-квест от студии «Пилигрим» по фильму «Джуманджи». Очень интересное, интерактивное тоже мероприятие будет. Это тоже с куклами? Нет. Там играют дети, те, которые обучаются в студии «Пилигрим». У нас будет вторая часть, это театральный мастер-класс. То есть мы показываем, как можно стать актером. У нас будет преподаватель по театральным направлениям. И третья часть, очень интересная для взрослых, наверное, будет. У нас будет читка пьесы из проекта «Драма Кросс». Уже несколько лет в проекте «Драма Кросс» у нас участвуют пирмяки, они пишут пьесы. То есть вы можете прямо собрать свою команду и там пятером написать пьесу минут на семь, потом ее прочитать. Очень интересные вещи происходят. Поэтому мы вас приглашаем 4 августа в 5 часов с Атами Неминдовского. Будем рады вас видеть. Здорово. Спасибо вам за интересную беседу. Я напомню, что сегодня мы познакомились с уличным театром. Программа «Новый день» продолжается. Всем доброго утра. Субтитры создавал DimaTorzok